21 день нахождения здесь, в этом доме. Прямо скажем, в весьма дискомфортных условиях двое у нас участников нашей акции оказались в больнице. Вот эта акция была не бесполезной, важно, что нас услышало руководство республики, важно, что нас поддержал прокурор республики, что председатель СПЧ тоже приняла определенное участие в нашей проблеме. Единственное, что я хотела бы выразить, сожалению, что нас вынудили к тому, что мы пошли на эту крайнюю меру именно бездействием исполнителей и следственных органов, и прокурорских работников, и, естественно, чиновников. Эта наша мера была крайняя, вынужденная, но самое основное это то, что все-таки все это было не зря, что все-таки результат, который дает нам надежду на благополучный исход нашей проблемы, он все-таки, ну да, он в настоящее время мы видим, и очень надеемся, что руководство республики нас все-таки поддержит и не оставит нас один на один, прямо скажем, с мощным, влиятельным, включающим очень много административных ресурсов представителям РОВ «Серцелуч». Опять же, вот здесь написано Дементьевым, который в течение вот этих 21 дня, где мы находились, он предпринимал попытки нас отсюда выселить, он сюда и органы полиции направлял, обращаясь с жалобами туда, и получается судебный пристав здесь тоже, да, и судебный пристав приходил. Мы очень надеемся, что все-таки правосудие у нас в стране есть, и мы добьемся справедливости. Ну вот и последнее, да, мы сейчас прекращаем нашу акцию и очень надеемся на благополучный исход в октябре, что все-таки суд окажется справедливым, учитывающим все обстоятельства, которые сложились вот по нашему дому. На каких условиях дальнейшего находения, чтобы вы подвигали квартиры? Я не могу вам ответить на этот вопрос, это вопрос юристов. У нас вопрос вот этой нашей акции был не в плане сколько, а в плане, что сам процесс должен быть начат, сам процесс должен получить все-таки какой-то результат. Квартиры в этом доме для нас был бы идеальный вариант, но мы понимаем, что сейчас уже этот вариант, наверное, для нас не досягаем. Ну вот вы слышите, что мнения расходятся, но все будет зависеть от обстоятельств, как они будут развиваться. То есть вы еще конкретно вопросы не обсуждали? Вы знаете как, это даже не обсуждение вопроса с нами, это вопрос реализации закона о восстановлении прав дольщиков и вопрос, скорее, технического характера, насколько возможно по срокам, по финансам восстановить наши права. Этот вопрос будет решаться на уровне фонда развития территорий. Но банкротства так и нету, я понимаю. Вопрос банкротства РОФ и СРЦ «Луч» будет, опять же, рассматриваться в суде конституционной инстанции, да, в первой половине октября. 15 лет люди ждут, когда им достроят квартиры. Три недели длилась голодовка пайщиков ЖСК «Дуслыкстрой», требовавших принять хоть какое-нибудь решение в отношении их дома. И вот сегодня мы узнали о том, что есть определенные подвижки. Мы пообщались с представителями пайщиков, с теми, кто голодал или голодает до сих пор. Принято решение о прекращении или приостановке голодовки ввиду того, что, в общем-то, по мнению пайщиков, достигнут существенный прогресс в деле решения их проблемы. Речь идет о том, что вчера все-таки состоялось совещание с ППК-фондом и правительством Республики Башкортостан, в котором принял участие сам господин Хабиров. Со стороны Москвы принимал участие Тимофеев. Также принимали участие в этом совещании представители прокуратуры и Следственного комитета. И действительно, пока на словах, но, надеюсь, и на деле приняты определенные решения. Решения эти таковы. И правительство Республики Башкортостан, и прокуратура Республики Башкортостан, и Следственный комитет будут участвовать в кассационном процессе в суде по признанию незаконным отмены решения о банкротстве вот этого застройщика Луч, который возглавляет господин Дементьев. Прокуратура частично признала наличие уголовной составляющей в этих событиях, а значит, есть перспектива начать расследование и преследование по уголовным статьям тех, кто все вот это допустил и так далее. В общем, если говорить кратко, то есть ощущение того, что власти Башкортостана наконец-то услышали вот эти все доводы, наконец-то удосужились разобраться в том, что здесь случилось, и какой-то процесс начинается. Мне бы не хотелось предполагать, что это очередная атерация обещаний, которые не будут выполнены, а у пайщиков ЖСК Дуслык этих обещаний за 15 лет накопилось огромное количество. Будем надеяться, что нынешние обещания, это последние, или, как говорят авиаторы, крайние обещания, и они будут выполнены. В общем, конечно, пока все еще ситуация неопределенная, но есть два сценария развития событий. По первому сценарию касация будет удовлетворена, и появится вот это вожделенное банкротство застройщика, которое позволит по ПК фонду достроить этот дом. По второму сценарию, как сказал Ради Хабиров, будем искать иное решение. Отмечу, что Хабиров категорически заявил, что в бюджете денег нет на достраивание этого дома, и этот вариант не рассматривается. В общем, мы продолжим наблюдать за этой ситуацией. Примерно 10-12 дней отпускается на то, чтобы оформить все документы, которые были оговорены на этом вчерашнем совещании, и дальше должно быть какое-то движение. В общем, не перестаем надеяться на лучшее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова